И возвращаемся к ранее анонсированному сюжету. Порядка 6% сельхозпосевов в Акмолинской области находятся в плохом состоянии. Сказалось, засушливое лето. Президент сегодня поручил приложить максимальные усилия для сбора урожая. Ни в коем случае нельзя допускать и дефицита кормовой базы. Об этом Касым Жмартукаев заявил в ходе визита в регион. Какие еще вопросы требуют решения в одной из главных житниц страны, расскажет Ирина Панфилова. Борт номер один приземляется в аэропорту Кокшетау. Это первый визит главы государства в регионы страны после долгого перерыва. Акмолинская область одна из главных житниц. Поэтому в первую очередь президент ознакомится с стратегически важным для этого региона производством по выпуску сельхозмашин. На заводе выпускают зерноуборочные комбайны российского бренда. Два года назад в производство вложили порядка 3,5 миллиардов тенге частных инвестиций. Вы как акционер видите здесь перспективу? Нам очень нравится законодательство, поддержка государства сельскохозпроизводителя. Поэтому мы будем еще один завод строить, чтобы вы развивали не только это производство, а мы хоть пойдем дальше. Я думаю этим надо заниматься, тем более государство оказывает очень серьезную поддержку, субсидирует. И вообще в принципе сельхозмашинстроение это одно из реалитетных направлений работы правительства. Мы должны заниматься вопросами сельского хозяйства. Видите, что происходит в мире. Цены на продовольствие выросли на 40%. В Казахстане мы, конечно, пытаемся сдержать рост цен. Задача нелегкая. Но будем решать эти вопросы в меру возможности. Ну и, конечно же, Казахстан должен быть развитый сельхоздержал. То есть мы должны перейти практически полностью на самообеспечение сельхозпродукцией. В прошлом году заводчане выпустили 504 комбайна. Всю продукцию реализовали. На 21-й планка выше. Надо собрать порядка 600 единиц техники. Условия труда здесь замечательные. Соцпакет очень хороший. У нас, в принципе, практически средняя заработная плата одна из самых больших по области. Завод обеспечивает работой больше 160 человек. До конца года здесь намерены дополнительно внедрить две конвейерные линии, что позволит увеличить штат до 210. С этого года на предприятии собирают еще и тракторы по китайской технологии. Первая партия готовой продукции уже у заказчиков. Всего до конца этого года здесь намерены выпустить порядка 300 единиц автотракторной техники. Пока это две модели. В будущем будет больше. Со временем тракторы будут отправлять на экспорт. Параллельно со сборкой техники на заводе осваивают локализацию производства. На рынке свободной реализации блок пружин чисто себестоимость варьируется в районе 200. С учетом местной локализации себестоимость прямых затрат составила 100-110 тысяч. И мы уже рассматриваем вариант производства и реализацию для внутреннего рынка. В регионе стараются смотреть на перспективу и не только в промышленности и сельском хозяйстве. Важно, чтобы были грамотные специалисты. А у детей и подростков был организован досуг. Для этого в ноябре прошлого года в Кокшитау открыли центр дополнительного образования – Булашак-Сарае. Очень большой спрос по городу Кокшитау. Мы принимаем детишек от 4 лет до 21 года. Работают 76 кружков. В нашем дворце занимаются 2253 ребенка. Уроки творчества, айти, спортивные секции. Найти занятия по душе здесь может каждый посетитель. 80% кружков проводят бесплатно. Такие центры нам очень нужны, особенно для детей. В целом для страны, потому что наша молодежь должна быть образованной и воспитанной. Проблем с педагогами в центре нет. В целом за эти полгода в Акмолинской области было создано больше 11 тысяч рабочих мест. Активно идет жилищная застройка. За последние три года в эксплуатацию сдали 93 многоэтажных дома. Люди, которые без всяких оснований становятся в очередь на социальное жилье, и соответствующим образом должны отсеиваться. Но в основном государство на то и существует, чтобы выполнять свои обязанности перед гражданами. Отфутболивать ни в коем случае нельзя. Аким региона Ермек Маржикпаев поблагодарил Косымжу Марта Тукаева за 4 миллиарда тенге, выделенные из республиканского бюджета на возведение домов в Адбасаре. Две многоэтажки из пяти построят уже в этом году. Отдельное спасибо президенту от жителей бывшего села Кошше. Напомню, с сегодняшнего дня это город областного значения. Прежде всего, это решение направлено на то, чтобы облегчить жизнь людей в городе Кошше. Мы видим, что на бумаге там проживает около 40 тысяч, на самом деле 80 тысяч людей. Для решения своих насущных вопросов жизнедеятельности они вынуждены направляться в город Кокшетав, в областной центр. То есть уходит очень много времени, сил. И, конечно же, это нервирует жителей. Поэтому было принято такое решение, чтобы изменить административный статус города. Я считаю, что это правильное решение. Давно пора сделать проще и жизнь жителей Кокшетау. Построить ТЭЦ. Сегодня областной центр единственный в стране, где установлены котельные. Так сказать, стоимость этого проекта несколько увеличилась. 240 миллиардов тенге. Мы рассчитывали на меньшую сумму, но, коль скоро такое решение принимается, и тем более это решение будет действовать на протяжении многих-многих лет, облегчая жизнь жителям города, областного центра. Надо его реализовать в жизни. Я думаю, что правительство доведет до конца данное решение. На очереди реализация и другого амбициозного проекта по водообеспечению. Одним из значимых проектов является строительство Бузулукского водохранилища на территориях Есельского и Жаркоинского района. В настоящее время в Министерстве экологии разрабатывается проектно-сметная документация. В будущем году она завершится. Просим Хосмотка Миловича поддержать ваш проект финансирования данного проекта. Новое водохранилище позволит увеличить площадь орошаемых земель. С учетом последней ситуации, засухой – это крайне важно. Сильнее всего в регионе пострадали районы Тургайской зоны. Сейчас для них заготавливают сено. Вот что показало нынешнее лето. Значит, животноводческие хозяйства покупают спот, называют себя фермерами, но забывают о кормовой базе, о кормах, сене и так далее. В вашем докладе прозвучала эта тема. Это правильно. Сейчас нужно озаботиться и этой проблемой. Еще одна первостепенная задача – максимально собрать урожай. В плохом состоянии в Акмолинской области сегодня порядка 6% посевов. Детально ознакомили президента и с развитием медицинской сферы. Поликлинику при областном онкологическом центре открыли в феврале этого года. В день здесь смогут принимать до 150 пациентов. Мы можем теперь все проходить здесь на месте, учитывая то, что у нас доктора сильные. И в таком состоянии не каждый может куда-то ехать, а так замечательно. Из республиканского бюджета на открытие поликлиники выделили 2,6 миллиарда тенге. Большая часть средств пошла на покупку оборудования. Данный аппарат КТ на 128 срезов позволяет проводить более тонкую, тщательную диагностику онкозаболеваний. Также быстрее проводится процедура для пациентов. В то же время медики выдерживают огромные нагрузки. Колоссальные нагрузки. Особенно в период пандемии. Просто хочется сказать еще раз им благодарность, потому что без отпусков, без выходных практически они работают. Очень тяжело им. Но мы будем поддерживать их. Спасибо большое. Акмолинская область остается в лидерах по онкозаболеваниям. В год выявляют до 2000 новых случаев. В основном это рак молочной железы, легких и кишечника. По итогам первого полугодия этого года у нас уже 9092 человека учетные. Очень, конечно, большой процент у нас запущенных случаев. Конечно, я считаю, что недостаточно людей внимательно относятся к своему здоровью. Больше внимания нужно уделять и оснащенности сельхоз. Среди предприятий считают в Евразия Групп. На днях в Кокшетау открыли новый сервисный центр компании. Самый крупный в СНГ. Почему Кокшетау? Потому что удобное расположение с точки зрения логистики. Основной целью открытия сервисного центра является бесперебойное пополнение склада запасных частей, а также ремонт сельскохозяйственной техники. Устраняют поломки сервисные инженеры. При необходимости работают 24 на 7. Если комбайн или трактор вышел из строя на поле, выезжают прямо туда. Я думаю, что действительно хороший результат достигнут. Поступательные работы достанут. Ну и, конечно же, сама компания, как и прочее, ее продукция, компания «Дон Вирос», конечно, производит очень серьезные впечатления. По словам дилеров, техника производства мировых брендовых компаний, несмотря на высокую стоимость, пользуется большим спросом у отечественных производителей. Эта машина весит 18 тонн. Я вешу 85 килограмм. Она давит на почву меньше, чем я. Каким образом? За счет распределения нагрузки. Это новая технология. Помимо этого, это, может быть, робот, который делает практически 60% работы самостоятельно. А водителей как обучать? Это сложная машина? Да, эта машина достаточно сложная, но она настолько проста в управлении. И если в нашем центре будет проходить обучение, это очень легко. Даже женщина может спокойно на нем работать. Кокшетау сегодня один из головных опорных пунктов сельхозмашиностроения, отметил президент, обещая ей дальше поддерживать проекты и инициативы в отрасли. Взамен жители Акмолинской области должны работать, не покладая рук, чтобы усилить сельскохозяйственный потенциал всей страны. Ирина Панфилова, Жандос Битабаров, Бахатбек Нуртаев и Саят Жайтиков при поддержке телеразиокомплекса президента Казахстана. Кокшетау, Хабар-24.